Друзья, всем привет! С вами совсем не из Крыма, Алена Бордовская. Знаете, всех по-любому волнует вопрос. Вот мост открылся, и вот Геленджик, Анапа, может быть, остановиться отдыхать здесь? Или все-таки погнать в Крым сейчас-то? Это же без проблем, парома-то нет. Поэтому я приехала в Краснодарский край, на это побережье, чтобы провести инспекцию. Ну, это так, грубо говоря, сказано. Да, просто посмотреть, какие города здесь классные, что можно поделать, и стоит ли здесь задержаться, а может быть, лучше сразу в Крым. Но мы тут большой дружной компанией. С нами Мия, а вообще у нас путь-дорога лежит в Абхазии, да, маленький ребенок? Ты хочешь Абхазские горы посмотреть? Так что следите за нашими приключениями. А мы сейчас находимся в Геленджике. И вот то, что я вижу на данный момент, мы заселились не так близко к морю, идем дворами, улочками специально посмотреть, как это все выглядит. Боже мой, как же здесь все ухожено! Все аккуратненько, с коляской вообще никаких проблем. То есть у нас коляску ведет Ангелина, и я совсем не переживаю, что будут какие-то вот эти вот бордюры, которые она не сможет коляску поднять, завести и так далее, и тому подобное. В Крыму с этим большие проблемы, и Мия у нас постоянно такая прыгает и выпрыгивает из коляски. Дворы аккуратные, ухоженные, дома классные. Не скажу, что новые постройки, старые, но ухоженные. Просто чувствуется, что за всем здесь следят. Иду к набережной, Витя там уже был, а для меня это будет сюрприз. Я просто в тихом шоке. Ой, здесь даже дорожка есть для велосипедистов, на которую я сейчас наступила и сделала неправильно. Скверики, сады, все очень красиво, и я вижу уже море. И что самое интересное, что закат здесь видно. Правда, он за гору уходит, но, по-моему, это очень прекрасно. И весь Геленджик цветет и пахнет. Мне вот пока что здесь очень нравится. И почему я сравниваю именно с Ялтой? Потому что, смотрите, здесь также видно горы, также есть город, и также есть такая, как... Завод, что ли, набережная. Сейчас посмотрим, что так. Просто все красиво, все аккуратно. Очень много пешеходных зон, очень много. Субтитры сделал DimaTorzok Здесь незначительные маленькие указатели, где туалет. То есть это небольшой баннер кричащий об этом месте. Граница пляжа. Внимание, купание запрещено. Техническая зона. Ой, классно. Здесь тоже переодевалочки такие удобные, аккуратненькие. Не знаю. И из этих звук идет. Слышите? Музыка играет. Это не я поставила на фоне. Это вот из громкоговорителей звук идет. Не знаю, здесь прям гулять с одного удовольствия. Прям и так все пахнет. Снимаем. Ой, опять носки снимаешь. Мы тут с Ангелиной вон чего нашли. Это же целый рай для детей просто. И все это вдоль набережной. Вот смотрите, набережная, вот детская площадка. Почему такого нельзя придумать в Ялте? Я не понимаю. Посносили там вот эти киоски, шалман. И ничего же не строят. Вот, пожалуйста, для детей детская площадка. Класс, супер. Кстати, в Алуште есть детская площадка, но у нее масштабы намного, при-намного, при-намного, при-намного меньше. Ты счастлива? А? Пошли детишек посмотрим. Она у нас любит на детишек смотреть. Вы знаете, я сейчас смотрю и понимаю, что Геленджик нужно сравнивать с Ивпаторией, потому что здесь для детей рай и для родителей какой-то семейный отдых. И в Ивпатории то же самое. Такой вот он прекрасный закат на пляже. Я к морю спускаться не буду. Знаете, очень хорошо здесь для детей, наверное, то, что заводь. Море прогревается быстро и не бывает высокой волны. Но здесь же но, потому что, скорее всего, море не часто меняется. И могут быть, наверное, какие-нибудь кишечные заболевания. Я не утверждаю, я только предполагаю. В этом плане, мне кажется, море в Ивпатории будет лучше. Потому что там тоже мелкий берег, такой же песочек, но там море не закрыто бухтой. И оно всегда омывается. И проблем там у детишек, проблем с желудками в Ивпатории не бывает. Вот так. Пока такие впечатления. Ну, что я вам скажу. Если сравнивать цены, допустим, с Ивпаторией, в Ивпатории просто в разы дешевле. Пример. Мой любимый. Ну, оливье 400 рублей. И где мой суп? Суп куриный бульон с яйцом 260 рублей. Ну, я считаю, в таких кафе-ресторанах 160 рублей в Ивпатории было бы, наверное, где-то так. Цены здесь, конечно, вообще. Ну, ночной геленджик тоже просто достоин уважения. Все светится, все в огнях. И нет какой-то ярмарки, что ли. То есть все аккуратненько, все культурненько, так скажем. Ну, это такие мои первые впечатления. Будет еще завтра целый день. И я сделаю, конечно, свои выводы. Большой плюс. На бухте 12 километров находится 220 ресторанов. Так что голодные, скучные, холодные или не останетесь, это точно. Интересно, в эти рестораны включаются ли еще кафе, забегаловки, фастфуды? Нет. И тут не включаются. Да, круто здесь. Смотрите, я сейчас поднимусь вон на то чертово колесо. Офигенски, да? И как думаете, почему здесь так мало народу? Потому что здесь не очень администрация и отношение к людям вообще. Просто позвонили, сказали, что мы блогеры и хотели бы снять ваше место и рассказать о нем. Пустите нас, пожалуйста. А нам ответили, не очень культурно. Поэтому Витя, например, вообще не хотел идти. А я говорю, что на колесо мы все равно заберемся, это контент. Ален, я тебе могу сказать чуть больше, что в тот момент, когда зрители тебе говорят, что реклама, зашквар и так далее, и так далее, да? Ребят, вот для этих моментов она нужна. Подъем стоит тысячу рублей. Нас приехало пять человек. Пять тысяч рублей, они вроде бы как лишние, а вроде бы и нет. Ну, вообще не лишние. Пять тысяч рублей вообще не лишние. И мы попросили по-людски как бы. Я тебе хочу сказать, я сейчас заплачу за это мероприятие. Я в Испании даже не платил. Здесь за это мероприятие я первый раз заплачу за два года. Ничего себе. Ну, потому что я к любым людям обращался, и они говорят, конечно, давайте. Главное показать людям, что, ну, такое есть в Геленджике, и когда мне говорят, там, Алена, ты зарабатываешь на Ютубе бесконословные деньги, чтобы делать контент, нужно деньги тратить. Хуху, нифига себе, здесь живут черепахи. Вот это да. Давайте его с собой заберем в путь в Абхазию. Опустятся в Абхазию с черепахами? Нет, они тут хорошо. А что, у меня жила такая черепаха. И со мной путешествовала везде. Сейчас на такой открытый мячонок у нас. Ты не боишься? Проходите на квадратную желтую. Прикольно. Ну так. Ксочек рыбчик. Тут надо мной сейчас мяются, я говорю, вон то колесо. А у меня ж зрение-то плохое. Вот же колесо. Вот что значит пусть очкариком без очков. Смотрите, какой вид открывается сзади. Мия. Мия. Ну как тебе? Нравится? А? Ну да, ты хочешь, чтобы она тебе закрутила, как аттракцион? Здесь, конечно, прохладно. Поэтому я правильно сделала, что одела курочку, когда я ехала внизу. Думаю, зачем я ее одела. Тебя я тоже потеплее одела. Ты че? А? Вот тут ей нравится больше, чем на канатке. И вид, конечно, открывается здесь шикарный. Поэтому посетить, наверное, стоит, конечно, это место, если вы здесь впервые. И у вас нет квадрокоптера. Но колесо обозрения, знаете, такое советское, не внушает доверия, честно сказать. И с этой стороны тоже вид на долину. Отсюда прям прекрасно видно, как выглядит Еленджикская заводь. Вон, походу, все-таки кто-то отвалился. Или перевернулся. Да, выглядит печально. Че, девчонки, вниз? Тут вообще больше делать нечего, да? Ну, ну, тут все. Я думала, на Петре нечего. Не, я тоже сказала. Да, вид тут, конечно, потрясный. Ну, вот он, Еленджик. Как я уже сказала, как на ладони. Ну, я сейчас скажу свои впечатления, потому что мы уже уезжаем из этого чудесного города. Впечатления у меня двояки. Во-первых, набережная, она чистая, ухоженная, такое, знаете, ощущение цивилизации, именно цивилизации. И я прекрасно понимаю, что если ты сюда приедешь с палаткой, то это только где-то платный кемпинг. Потому что такой дикий отдых, он здесь, ну, как-то... Его здесь нет, просто нет. Вот и все. Набережная сама, вот то, что заводь. Я люблю попрыгать на волнах и поковыряться в камнях. Есть люди, которые любят, ну, чтобы было все, ну, там, пляж хороший, вход и так далее, тому подобное. То есть цивилизация. Вот здесь она, цивилизация есть. Но нет непредсказуемости, здесь нет какого-то эффекта неожиданности или какого-то сюрприза. Ты точно четко знаешь, что здесь с тобой будет, куда ты пойдешь, кафе, ресторан это вечером, и днем набережная, и какие-то пары экскурсий, вот таких, как сейчас я посещаю. Посмотрите, как распланирован город. Это видно прямо отсюда, то есть это все поделено квадратами. В принципе, похоже в этом плане на Евпаторию. В Евпаторию тоже хорошо распределена у нее застройка, но не Ялта далеко. Ялта беспорядочно застроена. По ценам скажу так. Кто говорит, что в Крыму отдыхать дорого, приезжайте в Геленджик. Здесь цены на жилье немножечко ниже, но еда, отдых, развлечение подороже. По поводу жилья хочу сказать вообще отдельное. Спасибо. Отдыхали мы в Золотой Розе, Golden Royce. Нашла через Букинг за 1100 рублей. Это было проживание с завтраком, и там просто чудесные хозяева. Пока я монтировала ролик, хозяйка сидела с моим ребенком, она сидела с Ангелиной, они все занимались там, причем у нее в комнате. Потом Ангелина в обед она покормила супом. То есть это все было такое ощущение, как будто я приехала к тетушке своей в гости, а совершенно не какой-то гостевой дом. Насколько я против таких гостевых домов в Крыму, потому что там вечно то полотенце прикопается у вас дырявое, то еще что-то, то еще что-то, то там тут не ходи, сюда не ходи, чего у вас в ванной лужа, то здесь наоборот. Я думаю, нафига отель, когда здесь, ну, такое отношение к тебе человеческое и подушевно-родственное. Даже не хотелось уезжать от нее, если честно. Такое вот, поэтому у меня двоякое впечатление, то есть с одной стороны здесь на канатке немножко нас обругали, но приняли хорошо в гостевом доме. И Геленджик я бы посоветовала посетить, но я бы смогла здесь отдохнуть дней 5, наверное, не больше, потому что потом его изучать, в принципе, негде. Надо выезжать куда-то за пределы Геленджика. Я такой человек, что я не люблю пляжный креветочный отдых. Короче, все, болтаю много. Ну, надеюсь, вас немножко развлекли вставочки с квадрокоптера вчерашние. Друзья, если выбирать Геленджик и Евпаторию, то, в принципе, и там, и там круто. Ну, если вы были в Евпаторию, не были в Геленджике, то попробуйте посетить Геленджик, если вы были в... Ну, короче, и наоборот. Поняли меня, да? Вот. В принципе, общие впечатления прикольные. Ну, тут такой спокойный отдых, заметили, да? Видео без каких-то неожиданностей, криков, оров и чего-то. Вау! Крутого, вот. Поэтому, надеюсь, что дальше впереди в пути будут какие-то приключения мега-супер-пупер, тем более, что нас ждет сочинский серпантин. С душой из Геленджика с вами сегодня была Алена Бордовская. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok